Бисквитный рулетик с желе Если оно не очень сладкое И полученный сироп прокипятить примерно 10 минут Ну а мы переходим к желатину И я насыпаю его в эту кастрюльку Потому что придется еще нам его кипятить Желатин мы разводим водой из расчета 1 часть порошка на 10 частей жидкости То есть на 25 грамм порошка нам нужно 250 грамм жидкости В этой чашке 200 грамм Значит нам надо полторы чашки Теперь нам надо оставить это настаиваться примерно на час А это надо для того, чтобы желатин набух Так как я имею некоторые проблемы с памятью Я не могу отключить холодильник Потому что иначе, если я его отключу, я забуду его включить А у меня там мясо Мясо можно размораживать только один раз И в общем забуду я его включить И все, что в холодильнике у меня пропадет Я этого не хочу, поэтому за звук извините Теперь, пока желатин настаивается, давайте перейдем к тесту Для самого теста нам понадобится 3 яйца 120 грамм сахара, 120 грамм муки Ну и, собственно говоря, после этого само желе Итак, что же мы делаем? Мы берем яички и разбиваем их в кастрюлю Короче говоря, в этот раз я не буду заморачиваться с тем, чтобы отделять белки от желтков Поэтому я буду делать все вместе Теперь мы возьмем наш советский миксер Мы взбиваем яички Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я добавлю сюда немножко разрыхлителя Ну, на глаз Хотя, по-хорошему, надо добавлять где-то примерно половину чайной ложки Или чайную ложку Чтобы тесто поднялось хорошо Потому что я не очень уверена в том, что сейчас тесто поднимется И добавляем пол чашки муки Если бы у меня был выбор, я бы добавляла вместо пшеничной муки рисовую Ну, оно как-то поинтереснее выходит по вкусу Теперь мы берем ложку и это все перемешиваем Если вы хотите сделать именно бисквитное тесто Такое у меня вряд ли получится То надо желтки взбивать отдельно от белков То есть сначала взбить белки Потом взбить желтки в отдельной таре Добавить в желтки сахар Разрыхлитель Потом муку И аккуратненько туда вмешивать белок Очень-очень аккуратненько То есть, ну, одну третью часть вмешать Потом все это размешать Чтобы оно было нужной консистенции Ну, не такое жидкое Но и не очень густое Да Вот И добавить дальше Ну, и дальше добавить И дальше добавить оставшийся белок Берем бумагу для выпекания Кладем ее на противень И выливаем все содержимое этой кастрюльки Ну, тесто На бумагу Далее мы стараемся это распределить ровненько Вот у меня противень немножко нагнулся И все И печалька Все выползло И отправляем в прогретую духовку На 10-12 минут Выпекаться при температуре 180 градусов Пока все это готовится Возьму ганилин и корицу Так как этого у меня дофига В отличие от сахарной пудры Потому что я раньше изготавляла Чердачные игрушки И смешивала в чашечку Это будет посыпочка для нашего рулетика Примерно один пакетик ганилина Можно два, если рулетик большой Пол чайной ложки Чайную ложку корицы Также при желании Вы можете добавить ванилин Вместо сахара Или как дополнение к сахару Тогда ваш рулет будет иметь Приятный привкус ванили Просто пах Ну, у меня здесь получилось Также побольше корицы Перемешиваем все это чайной ложечкой Если у вас там была водичка Она может прилипнуть И это на самом деле Немножко печально Кстати говоря, когда ваше тесто запеклось Вам нужно немножко подождать, пока оно остынет Чуть-чуть, совсем немножко И свернуть его в рулет вместе с бумагой для выпекания Потому что потом вам придется его развернуть На него положить желе Ну и далее по списку Теперь мы ставим желатин на маленький огонь Он у меня не такой уж и маленький Но нам надо на маленький И аккуратненько его помешиваем Следим, чтобы оно не кипело Потому что если оно закипит Будет не очень хорошо Варить надо, по-моему, примерно где-то минут 15 Может быть, конечно, меньше Но мы это сейчас узнаем Когда наше желе уже готово Как готово Имеет нужную консистенцию То есть оно уже остыло И ничего застывать Мы разворачиваем в рулет Осторожно разворачиваем Убираем из него бумажечку Посыпаем внутри корицей Можно, конечно, положить Можно положить еще варенье Ну, то есть без желе И тогда будет двойной вкус Будет вообще просто огонь Но я не могу открыть банку с вареньем Потому что Мужчины в доме нету, да Феминистки, вы не правы Затем берем вот эту прекрасную Сейчас оно будет впитываться Но это ничего Потому что Мы немножко еще подождем Когда оно начнет схватываться Дольем еще И закатаем полноценный рулет И закатаем полноценный рулет Маленький совет Все-таки Желет делайте до того, как вы Начинаете делать тесто Потому что Есть такой нехилый шанс Когда вы делаете рулет Тесто раскатывается, когда оно еще тепло Нормально раскатывается У меня оно уже зафиксировалось И Ну, порвалось немножко Вот Если можно это делать То Старайтесь сделать Чтобы все это было еще тепло Предположим, что Наш рулет готов И желе застыло Я просто не хочу уже Ждать больше шести часов Я его готовлю Вот, короче Когда приготовится Мы берем Ложку банилина Вот этого, да Корицы Которая у нас есть Лучше, конечно Сахарной пудрой Потому что Это может немножко жечь Как бы так Корица вообще жгет Вот И посыпаем ей Наш рулет А можно Растопить шоколад При этом На музейной бане И полить И полить это все Шоколадом И сверху Сахарной пудрой И вот это вообще будет И вот это будет вообще Очень вкусно Ну а на этом все Вам спасибо за просмотр Вообще вместо этого видео Я хотела снять видео О моих рисунках Но я их благополучно Забыла в электричке А вам спасибо за просмотр Ставим лайк Если вам понравилось это видео Ну и всем удачи И всем пока